здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях но можно так сказать руководители представители как угодно называйте но это люди которые несут полную творческую художественную ответственность за музейно-выставочный комплекс городского круга люберцы директор комплекса татьяна крюкова и заведующий отделом развития виктория фетисова здравствуйте здравствуйте всегда приятно видеть людей которые их само появление уже говорит о том что будем говорить о творчестве ну и первый вопрос который всем как кто попадает нашу новогоднюю студию каким был этот год наверное тоже сложным как у всех или все-таки вам удалось как тоже приноровиться к новым условиям жизни мы приноровились все получилось да и слава богу в этом году нас не закрыли даже локдаун который был других учреждений нас в этом году не коснулся но нам пришлось приспосабливаться мы научились проверять qr-кода мы научились обязательно ковид фрида теперь да 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 мы установили специально считывающие устройства мы теперь видим у кого действительный qr-код у кого недействительного или у кого был недействительный был приходилось ну то есть я могу к вам прийти потому что у меня есть действительный qr-код так что обратите внимание что если вы планируете прийти в музейно-выставочный комплекс городского кругу любит цена до собой принести вот этот на телефоне можно да ну сейчас это не обязательно то сейчас у нас есть такая послабление послабление пока не вели социальная дистанция маски все это обязательно были да но если вдруг снова ждут быстро пропускать без очередей все будет нормально отлично но это такая техническая часть давайте поговорим о творческой чем этим этот год для вас ну какие краски был окрашен какие тона год был интересный интересно много новых проектов много и коммерческих выставок и выставок муниципальных у нас приезжал союз художников подмосковье московских союз художников у нас закрепились очень тесные связи вот картинной галереи с этими замечательными союзами у нас даже я так понимаю это работа современных художников правильно да за и союзы современные да я сейчас говорю на какой достаточно высокий уровень поднимается музейный выставочный комплекс вот что расписаны выставки у нас уже до 2023 а некоторые даже аудитории некоторые кабинета до 2024 некоторые выставочные залы это вы смотрите далеко вперед что называется но хорошо а все-таки не растеряли ли вы посетители к сожалению за вот эти вот пандемийные но потому что я сейчас и поясню много было проблем бытовых в том числе и некоторые люди возможно вынуждены были отказаться от какого-то но похода для души что называется до занимались то что для тела вот почувствовали вы отток посетителей или все как всегда более-менее те же цифры можно сказать что мы и не потеряли некоторые которые заботятся о своем здоровье близки заботятся здоровье своих близких не пускают и просят их не ходить мы понимаем да но у нас увеличились онлайн показы мы перешли в другой формат для те кто не могут прийти к нам мы идем к вам помимо другом формате а во время локдауна могу сказать очень много людей приходило потому что все были закрыты мы единственные мы и театр кукол в городском округе люберцы были открыты и люди куда шли то есть воздействие на открытых у вас какой-то степени не было бы счастья да несчастье помогло даже были закрыты и центры развлекательные да нельзя было идти покупать вещи какие-то да куда людям надо было деваться либо гуляли либо приходили к нам и мы с удовольствием принимали но вот вы говорите да что много всевозможных было выставка ли как скажет так мероприятий что-то связанное с выставками да потому что были какие-то наверное презентации чего-то какие-то выступления встречи творческие классы или мастер-классы ну и конечно же раз все так расписано то возникает сразу же вопрос какой идет отзыв отклик у посетителей ведь они же оставляют какие-то может быть комментарии если речь идет об онлайне да вот что понравилось какой есть запрос у посетителей чего им не хватает или наоборот они прямо будут насытились всем тем огромным массивом художественной информации которые они получают конечно книга по пожеланий отзывов у нас полнится с каждым посещением да хочется похвастаться и то хвалиться что в это этот год 2021 год был для нас юбилейным годом музейно-выставочный комплекс состоит из трех структурных подразделений это люберецкий краеведческий музей в этом году он отметил свое 45-летие мы его еще со да а музей культуры поселка малаховка в этом году отметил свое 25-летие и картинная галерея на на еще пока молода мы скоро будем отмечать пятилетие этого учреждения на все получаются 75 хорошего того что у нас в этом году был юбилей 100 лет со дня рождения основателя люберецкого краеведческого музея михаил петровича из мести его то есть у нас такой юбилей юбилей еще раз юбилей но я понимаю что события связаны с юбилеем связи вот да с одной стороны с к видом с другим что вам вы вынуждены были да вот заполняя эту нишу где все закрыто все идут к вам вам нужно было давно принимать гостей скажем так то все юбилейные мероприятия видимо переносится как тут во всем мире на на следующий год верно совершенно верно юбилей грандиозные еще грядут впереди мы обязательно их отметим но хочется сказать следующее что мы напрягли все свои силы все свои возможности и сделали подарок сделать такой подарок нашим жителям городского округа в честь наших юбилеев люберецкий краеведческий музей открыт можно прийти и посмотреть нашу экспозицию люберецкого краеведческого музея узнать много нового и люди которые приходили к нам в пандемию смотрели наш краеведческий музей и очень много положительных отзывов оставили в нашей книге пожеланий ну вот давайте мы сейчас об этом музее тоже поговорим но виктория нам тоже поможет в этом смысл в чем музей открыт юбилей будем отмечать следующем году день рождения можно отмечать главное не до а после можно хоть через 10 лет отметить это не страшно вот но я помню что когда мы тогда общались то встречались речь шла о том что вот мы ждем когда музей откроется так далее сейчас это состоялось чем же он так вот важно краеведческий мы что там такого чтобы с таким с такой радостью зовете нас посмотреть важно то что там хранятся ну уникальнейший экспонат артефакты уникальнейшие ну например или это тайна почему зеркало из дворца маркиза помпадур а как она указала вот так а вот приходить звучит так сначала зеркало из дворца я помню помните стулья из дворца некая ассоциация идет и там что как-то это реально до кушетка из дворца наполеона бонапарта ну важно понимать что ролик на котором он возможно подписывал указ об отречении от приста мы же помним что люберцы они же либерицы да они были связаны с 1812 годом тесным образом да вот бардино мы знаем хорошо и так далее а люберцы ничем не хуже в этом плане вот почему потому что вообще московской области все события связаны в том числе и 2 мировая война великая отечественная война тоже связано с событиями вокруг москвы поэтому там наверное еще можно чего-то у вас такое обнаружить там можно много всего обнаружить много и связаны с двенадцатым годом и связанная с семьей коллекционеров которые последние годы жили уже в малаховке батком анжан они связаны эти предметы со всей истории не только с люберецким до краем но и с мировой истории связаны какой кровеческий музей таким может может похвастаться а также история наша история люберецкая какой период там получается с шестнадцатого века шестнадцатого и по наши дни да в основном конечно по наши дни это уже больше в галерее да у нас музей все-таки эта история то есть девичем старше будет становиться галерея оттуда что-то будет потихонечку переезжать на мы подумаем да это ну правильно на такое должно сказать что у нас краеведческий музей когда собирал его михаил петрович измельцев он еще бы сначала был как кружок то есть он считал городском округе как кружок потом естественно жители приносили свои какие-то вещи сам михаил петрович собирал всем миром как надо было где-то их размещать и так потихонечку пришлось кружок перевести вот музей нашли для него помещение помещение очень интересное это здание старообрядческой церкви которая тоже стоит в нашим краеведческом это стена сейчас стоит после того как ее отреставрировали да она стоит у нас в музее в сохраненном но вот кстати вопрос чисто такую может быть технический для наших зрителей тем не менее мне например интересно потому что бывал во многих музеях мира и я вижу что очень рассчитывается не только понятно самое важное это экспозиция да то что предметы да под под номерами инвентарными но и еще разрабатывается стилистика как мы здесь поста как будет у нас плакат висеть как у нас будет висеть подписи как у нас будет свет выстроен как сделать так чтобы никто никуда не заходил туда куда не нужно а шел вот мы считаем что надо идти именно так потому что так будет больше наполняться до творчеством твоя твое восприятие вот кто над этим работал и как строилась эта архитектура вроде нас несколько отделов у наших музейно-выставочного комплекса это учетно-фондовый отдел который хранит оберегает музейный фонд наш это экспозиционно-выставочный отдел как который как раз смотрит как правильно чтобы это читалось зрительно было считываем и как вы сказали да непосредственно сами руководители краеведческого музея потому что им за это отвечать какой-то на вас хранит а как а что здесь будет а что здесь будет да но у нас есть отдельно заведующие люберецкого краеведческого музея каждое структурное подразделение имеет своего заведующая а я уже непосредственно как бы вот над ними над всеми нахожусь ну как зритель да вы можете сприть в любом случае формируя эту выставку приглашали все смотрели коллеги оценивали конечно у каждого есть своя точка зрения каких-то мы и может быть не нашли не сходили но пришли в консенсус но это же все живет это же живой организм да ничто не не я почему да почему об этом спрашивал потому что это очень интересно ведь мы наблюдаем музейный бум вообще такой глобальный да вот в разных городах и обязательный вход вот туристы даже по россии сейчас когда разъезжается не обязательно музей или как хотя бы галерея до должны войти но в твой визит мало того многие живя в одном городе почему посмотрев все другие галереи музеев свой ты никак не могут попасть все некогда потому что вроде как под рукой вот как вы оцениваете почему происходит этот музейный бум даже несмотря на пандемию она же все равно рано или поздно завершится почему есть такая ну скажем сегодня потребность окунуться в прошлое либо прийти в галерею посмотреть современные работы люди всегда тянутся к истории но всегда им уже всегда на этапе своего развития интересно было что же тогда а как же было тогда куда пойти узнать да можно из книг можно из литературы а можно воочию посмотреть на каждый предмет люди стали немного свободнее сейчас да но вот по нашим вы посмотрите на наши дороги да если раньше ну даже в советское время как бы у нас во время рабочей недели во время да не было на улицах практически никого то сейчас люди более свободны заняты ноги работают сами на себя находятся дома люди развивают детей школы играют огромное значение то сейчас история вот наш президент он же тоже вы уделяет огромное значение истории это идет и сверху такой да на людей как бы не давление а влияние влияние положительное правильное влияние идет вот и поэтому и школа уделяет огромное значение татьяна и завершая вот первую тему первую часть нашей глобальной темы творческой во второй мы поговорим уже о конкретных ваших выставках которые могут посетить люберчане жители городского круга люберицы ли берется как раньше дома выяснили называлась так что не удивляйтесь я не ошибся скажите насколько сейчас выделяются ли какие-то средства как-то кто-то помогает или наоборот ставят палки в колеса как у вас с этим спасибо большое администрации городского круга люберцы средства выделяются причем в этом году дали до достаточно больше чем предыдущим мы мы благодарны мы осваиваем эти средства и целевые средства и по муниципальному заданию который на выделяется мы осваиваем и наш музей приобретает новые витрины он приобретает какие-то усовершенностные модификации для экспозиционно-выставочной деятельности от чем я говорю да 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 мы стараемся мы стремимся есть конечно неподъемные цены которые да ну у нас есть какие-то планы что вдруг мечты спонсоры окажется или кто-то захочет нам помочь мы будем рады принять средства которые пойдут на покупку новой современной современного оборудования ну что сейчас делаем небольшую паузу от второй части мы узнаем с вами какие ближайшие выставки и в общем то что будет происходить в будущем году музейно-выставочном комплексе городского округа люберцы дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы татьяна крюкова а также заведующий отделом развития этого же музейно-выставочного комплекса виктория фетисова люди которые сейчас во второй части нашего разговора поделятся какими-то тайнами что можно увидеть вот в новогодние в предновогодние дни но и потом поговорим уже о более глобальных планах и так новогодний музей как как он вообще ли он закрывается на ключ нет нет мы не закрыты мы открыты ждем приходите у нас подготовлены разнообразные программы и музейные программы они познавательные и культурно-развлекательные у нас работают резиденции и не одна несколько у нас работают фото зон то фото зона и тоже не одна эта фото зона у нас в нашем на сайте можете ознакомиться с афишами выставок которые приурочены именно к этой акции зима под москвой то есть там каждый принципе может найти по возрасту и по интересам для детей или для интересующихся научными до программами у нас есть экскурсии новогодние ретро новый год или история это более для взрослых история новогодние игрушки ватный дед мороз ой замечательный дед мороз да прекрасный то есть настолько интересно детям доносят и взрослым эту информацию также у нас есть игры новогодние которые также входят в новогоднюю музейную программу в краеведческом музее у нас большая настоящими художниками помощниками деда мороза художниками помощниками до оформлена резиденция деда мороза а резиденция означает что там дед мороз как-то же должен появляться он туда будет приходить по определенному времени когда будут набираться люди которые посетители которые хотят интерактивную программу там будут сказки будут праздничные игры ну то есть интермедиа елочка загорается только это все в музее на это будет красиво в музее истории культуры малаховка у нас тоже приготовлены знаете такой музей малаховка вот а если кто не знает приходите пожалуйста он маленький миниатюрный такой красивый очень семейный музей и когда будет много снега обещают в этом году как каком-то таком сказочное место там мало того экскурсии проводятся по городу до малаховка она вообще знаменита своими дачами своими жильцами до которые соистой до истории прекрасно а там еще тоже резиденция там резиденция деда мороза еще резиденция тоски зеленой вот что тоска зеленая конечно не очень наверно туда порой я думаю что она и справится справится тоска зеленая она в итоге обязательно зимой мне кажется даже доска зеленая до превращается в радостную тоску там тоже есть интерактивные мероприятия для детей и мастер-классы и интересная очень программа творчество вот сейчас виктория так красиво все рассказала я сейчас должен все равно поднять вопрос татьяна насколько это все дорого сможет ли наши жители городской округ люберцы позволить себе такую радость но мы стремимся чтобы это было недорого нам с нами рядом москва и мы еще сравним и конечно не конкуренты но и по ценовой политике мы держим совершенно другую планку чтобы было доступно для жителей городского округа люберцы это такой важный момент и я правильно понимаю расписание всех мероприятий можно увидеть на сайте на сайте в нашем инстаграме вот а новогодняя мастерская же у нас еще какая замечательная все это у вас работает с по с какого по какую у нас с 1 декабря уже идет рабе 21 до но по декабрь вообще по январь конечно да мы в январе до старого старого года до 14 примерно 15 16 мы еще работаем ну а потом уже когда все мы начинаем вспоминать что кроме нового года есть еще и работа да а у вас работа как раз будет в эти дни кстати татьяна как к вам как директору но это же нагрузка такая на коллектив да когда кто-то отдыхает вы начинаете активно работать морально психологическое состояние коллектива на сегодняшний день какое у вас но у нас уже сложившийся коллектив из года в год трудящийся и понимающийся что когда в стране праздники выходные кто-то должен организовывать досуг вот создаете нам хорошие условия да ну а теперь давайте поговорим о выставках новый год это замечательно пройдет но есть какие-то планы ну хотя бы там на ближайшее время январь-февраль или может быть какая-то глобальная выставка летние расскажите интересно посмотреть что нам можно на новый год выставка глобальная союз московский союз художников русская зима изумительные картины очень такие жизнерадостные яркие снежные блестящие снег искрится летает все то есть радостная зима очень радостная то есть не грачи прилетели а пока еще улетели до грачи у нас там тоже наверняка будут но не соврасова да 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 вот на художников тоже высокого очень уровня но зима позитивная позитивная вот я об этом говорю да потому что на жизнь с одной стороны мы ждем снега до надеемся на это и синоптики нас все время говорят а с другой стороны если нет не будет снега можно посмотреть в музее снега пойти красивая очень такие полотна посмотреть как вы выбираете эти полотна или это прям выставка которая где-то кто-то выбрал вам привезли и уже готовы в данном случае это союз художников мы принимающая сторона до союз художников у них художественный совет который из академиков профессоров то есть нам достаточно удобно это удобно если к нам приезжает выставка мы не можем принять более да чем рассчитывает наш зал у нас тоже есть художественный совет у нас же есть и работают профессиональные художники правильно понимаю что вы можете сказать а вот эту вот зимнюю сказку мы не возьмем но на это у нас корректе форуме фи си она до профессионалы как художники же они люди обидчивые конечно поэтому он на профессиональном языке они разговаривают прекрасно и замечательно то есть они понимают друг друга но им же еще если организовывается нами какая-то выставка там есть ну пусть грубо но тех задания да то есть мы просим определенную тематику поняли как правило художники они понимают достаточно понимаю хорошо так значит союз художников и еще что такое глобально выставка пауков сейчас идет до сих пор прекрасная она заканчивается да вот что такое пауки они живые там что лохи живые мы теперь в них все влюблены мы их очень боялись но вот такие вот организмы до паукообразные что да и скорпионы и сороконожки ой теперь вы знаете мы их любим на нас в них влюбил наш арахнолог потому что настолько интересно он рассказывает вот он там постоянно дежурит все время прям влюбляет в этих песок и какая-то у вас еще такая выставка будет необычна она да но она для нас до инквизиционная какая-то да приезжает интересная выставка средневековая но мы ее пока между собой называем инквизиция ждем эта тема популярна среди в общем-то населения мы но она же да она гранича пограничная тема такая тема интересна перед тем как эту выставку привести у нас же идут опросы социальные да мы хотим привлекать все слои населения и детей и взрослых и женщин и мужчин нам нужны как бы ну для этого все меню меню конечно конечно и эта выставка она привлечет определенные слои до которая до сих пор возможно не очень интересовались искусств вот татьяны еще такой вопрос а вы же наверное делали срез вот сейчас виктория затронула эту тему кто ваш сегодня посетитель женщина мужчина какой возраст или пока нету такого конкретного вашу конкретного нет судя по залам наполняемости приходят разные у нас например очень активно продвигается семейные билеты мы при мы зовем при за призываем просим приглашаем приходить семьям это гораздо дешевле семейный билет можно купить за малую стоимость нежели вы отдельно купите приходите всей семьей будет интересно это все посмотреть поэтому какой возраст и бабушки и внуки и мамы и папы сейчас много школьников ну да вот школьники наверно это целевая какая-то программа леса музейные программы конечно специально разработана на каждый класс школьная аудитория уже понимаем с вами что не все школьники с удовольствием приходят в музей это нужно без удовольствия уходят от нас уходят без удовольствия им не хочется от нас уходить понятно значит вы можете завлечь любого до которого привели ну насильно скале мы идем музей радуйся да он начал музей замечательно экскурсоводы работают здесь да вот мы эту тему еще не коснулись как что такое экскурсовод как проходит час этом учеба какая-то как от принимается на работу до них а свои за аттестация есть лицензии все есть у нас уже давно и должности такая видена и наши уже опытные с большим стажем работы экскурсоводы трудятся работают и выполняет все все требования которые нужны для занимания этой должности вот и татьяне и виктории вопрос сейчас когда надеюсь пандемия закончится или уж шкар кодами лишь не знаю с чем мы все-таки вновь начнем где-то ездить и по по стране и за ее пределами и во многих городах масса всяких любопытных музеев которые как-то и на музее слова такой музей да а музей стоит из одной комнаты музей перевернутого дома музей водки музей вина музей хлеба музей за этом гармошки и так далее где-то в городах это но подходит как бы до по тематике вот что это такое получается что это бизнес то есть на этом наверное можно заработать частные музеи конечно а чем он отличается частный музей от государственного музея свое подчинение свои законы но что это его посещать или нет ну нет почему нет вы конечно надо посещать но вот даже не хочу говорить город но у нас же есть обмен между сотрудниками мы едем куда-то делимся с нами делятся опытом или к нам приезжают мы уже делимся опытом да и вот бывает что жалуются такие вот муниципальные музеи на то что открывается музей но там предположим я не знаю давайте пастилы или чая да а он ничего имя не имеет общего с тем что вас магазин на самом дороже исторически было вот я там есть исключительно большая цена на продукт вот музеи знают историю они как бы муниципальные музеи их они они обязаны знать все досконально то есть здесь нельзя обманывать пока еще такой вопрос а как устраиваются вот вот эти кто-то к вам обращаются или вы сами высматриваете какая то есть список выставок которые проходят где вы их ищите по разному работаем принципам подходим кто-то сам приходит просится присылает свои работы мы их оцениваем да стоит ли их выставлять на общее обозрение делать для персональную выставку или делать какую-то симбиозка каких-то выставок разных художников есть за которым мы специально гоняемся так можно сказать до высматриваем понимаем что да это стоит это нужно взять понимаем что у них тоже все расписано мы ждем их с нетерпением поэтому нас до 24 года то уже некоторые выставки расписаны которых мы ждем с нетерпением понятно вот это ничто не возбраняет любому человеку художнику прийти к нам обратиться и сказать я хочу я могу вот посмотрите моей работы бывает много таких художник которых мы не знали и вроде не менее не собирались сделать их не выставку но они как только показывает свои работы сразу хочется просто в ассур у нас выставки меняется в основном в галерее да потому что она сменная экспозиция этим занимается в музее у нас в основном постоянной экспозиции они открыты вот но у нас студенческие работы летом как как правило тоже очень интересны они все разные всегда новые интерактивная выставка у нас будет очень интересная тоже хорошо ну мы уже добираемся до финала с вами ваше поздравление всем жителям городского округа люберцы и от татьяны от виктории с новым годом пожалуйста что пожелаете то как как руководителя такого важного направления уважаемые жители городского округа люберцы наш музей на выставочный комплекс открыт для вас для вашего зимнего настроения для ваших новых впечатлений забудьте про ковид приходите к нам мы меры соблюдаем так виктория дорогие жители городского округа люберцы пусть новый год будет для вас очень счастливым благополучным ну и конечно художественно-творческим а для этого надо посещать музеи но и в частности свой родной любимый вновь открывшийся краеведческий музей вот такие пожелания директора музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы татьяны крюковой и заведующего отделом развития музейно-выставочного комплекса виктория фетисовой вас также с новым годом успехов вам наконец отметить все праздники все дни рождения все выставки которые вы хотите обязательно чтобы вы смогли их показать всем жителям городского округа люберцы но и личного как говорят счастья спасибо большое и вас также с новым годом это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин